Ты куда? Ой! Погнать! Свинья мне катужины! У меня же нервная система! В Малиновке все ждут устав от перестрела гражданской войны, свадьбы пастуха Андрейки с Яринкой, но банда атамана Грициана нападает на чудную деревню. Испуганная невеста убегает в лес, где засели красные, ждущая случая ударить по белым. Яринка взывает о помощи, и командир отряда разрабатывает план освобождения наших. Для этого Яринка должна придуриться сыграть свадьбу с атаманом. А пока гости пили-пели, красноармейцы показали всю свою сметку и смелость. В оперетине каждый сыграет и спляшет, а те артисты еще как умели. Больше 50 лет прошло с тех пор, как музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» вышла на экраны советского кинематографа. Удивительно, но этот фильм продолжают смотреть и до сих пор, а уж о том, что цитаты из него повторяют и сейчас, знают все. Да и трудно не влюбиться в столь колоритных персонажей картины. Особенно поражает местность, в которой снимался фильм. Природа тех мест, да и массовка в фильме выглядит вполне естественно. И это неудивительно, поскольку людей для нее искать не пришлось. Весть о том, что в селе снимают фильм, разлетелась по округе, и каждый был рад стать почти актером кино. Особенно понравилось это местным ребятишкам. А началось все в 1936 году. Это была оперетта, которая долгое время шла на сцене Харьковского театра. Когда намечалась дата 50 лет Октябрьской революции, было решено снять одноименный фильм. И снимать его должны были на киностудии Довженко. Но там это делать не захотели. И тогда сценарий предложили Ленфильму. Было это в 1966 году. А уже через год советские зрители пришли в восторг, когда увидели, что получилось из этой затеи. Натуру подбирали на Полтаве. Село называется Хорошки. Фильм был снят в селе Малиновка, Чугуевского района, Харьковской области, а также в селах Пески и Хорошки. И его жители до сих пор любят вспоминать те суматошные, но веселые дни. В 2013 году в селе был установлен памятник главному герою картины – адъютанту Папандопола. В съемках принимали участие, кажется, все жители села. Тем более, что за каждый день платили 3 рубля. И даже детям. В это время в школе были занятия. А в колхозе шла уборка урожая. Но местные умудрялись еще и поучаствовать в съемочном процессе. Кроме того, и актеры, и жители села настолько сдружились, поустраивали совместные застолья. А на съемочную площадку постоянно приносили угощения, пытаясь подкормить актеров. Это все время тебе. Ой! Что ты хлопаешь? Что ты хлопаешь? Не, я такой фасон не ношу. Во время съемочного процесса даже сложилось две семьи. Сельский парень влюбился в девушку, которая возила на автомобиле режиссера фильма. Когда снимать фильм закончили, он уехал с ней в Ленинград, где пара поженилась. Солдатку Соню играла Людмила Алфимова. Так вот, она осталась жить в соседнем селе. Тамошний председатель колхоза влюбился в женщину, и она ответила ему взаимностью, поменяв столичную жизнь на счастье с любимым мужчиной. Усадьба, в которой проходили съемки, сохранилась до сих пор. Когда-то она принадлежала помещику по фамилии Щербатов. В здании старинной усадьбы князя Щербатова размещалась школа, и рядом с ней выстроили точную копию фасада для съемок комедии. Отличить бутафорию от оригинала было практически невозможно. К сожалению, сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Давно уже нет и танцплощадки, которая служила и местом съемок, заросла травой. Но местные гордятся этой достопримечательностью в своем селе, и не устают рассказывать об этом каждому, посещающему современное село Хорошки. Режиссер Андрей Тутышкин хотел, чтобы роль Яшки исполнил Михаил Пуговкин и никто другой. Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг в съемочной группе и вообще мог не попасть в картину. Режиссер видел в роли Яшки-ратиллериста только его, но ассистентка в течение нескольких месяцев говорила Тутышкину, что не может найти Пуговкина, так как у нее был свой кандидат. Режиссер позвонил Пуговкину сам и вопрос был решен. Пуговкин разучивал танец в ту степь, то есть ту степь, полтора месяца, потому что, по мнению замечательного балетмейстера Галины Шаховской, ему не хватало куража. Впоследствии танец стал гордостью Пуговкина. Сам бальный танец появился в США в самом начале 20-х годов. Мода на него захватила Европу все в те же 20-х годах. А поскольку действие фильма происходило в 1919 году, то персонаж Пуговкина, Яшка-артиллерист, еще не мог знать об этом танце. Актриса Тамара Носова, она же Комариха, возлюбленная Яшки-артиллериста, была главной претенденткой на роль Тоси Кислицкой в фильме «Девчата». Однако ее посчитали слишком серьезной для этой роли. В результате поварикой стала Надежда Румянцева. Когда Людмила Алимова пришла на пробы, ее попросили пройти в гримерку и одеть костюм своей героини. В результате, когда женщина вышла оттуда, режиссер крикнул «Это настоящая солдатка, София». Роль отдали ей без дальнейшего кастинга. Только трое человек пели не своим голосом. Людмила Алфимова, София, Валентина Николаенко, Яринка, Гелий Сысоев, Андрейка. Остальные пели сами. В фильме снимались артисты ансамбля народного «Танца Жок» из Молдавии. Всесоюзный фестиваль 1968 года в Ленинграде удостоил фильм награды. Приз за лучший комендийный ансамбль получили Зоя Федорова, Владимир Самойлов, Михаил Водяной и Михаил Пуговкин. Они же – Гарпина, Назар Папандопола и Яшко. Пан Атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные. Житель Хорошек, бывший учитель Цуканов, вспоминал, как проходили съемки. Местное население по кустам пряталось и готово было целый день смотреть бесплатный концерт, который устраивали артисты. Их гримерка находилась в местной школе. И я как-то подсмотрел, как Яринки цепляли длинную косу к ее короткой стрижке. Ну и трусихой же она была. Помните, Яринка уезжает со свадьбы с паном, Атаманом Грицианом Таврическим на Тачанке. Так это был мужчина-каскадер в платье невестки. Артистка побоялась даже вожжи взять в руки. И в речку не смогла прыгнуть с дерева. Тоже мужик в фате вместо нее прыгал. Популярность свадьбы в Малиновке привела к тому, что некоторые актеры – Зоя Федорова, Михаил Водяной. Владимир Самойлов и Михаил Пуговкин получили отдельные награды. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово – ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.